Я сбегала, чтобы уже не быть голословной, чтобы четко... А, всем добрый вечер, дорогие друзья! А то я уже тут посидела, немножечко пообщалась, порассказывала. Не удивляйтесь тому, что у меня на столе. Я жду Веру в онлайн-общение. Она еще говорит, я там задерживаюсь. Поэтому я решила пока с вами пообщаться. А я чеку-то я могу себе налить. И я хочу рассказать вам немножко о том, кто меня взбудоражил, когда я была на Международной ассамблее Байкальская Сюита в городе Иркутск и Ангарск. Я там была председателем жюри в номинации вокальное исполнительство. Много красивых тембров, много прекрасных голосов. Огромное количество сейчас, конечно, всевозможных аксессуаров, красивые платья, обувь. То есть можно все позволить себе, так сказать, для выступления на сцене. Но за душу тронули только двое. Понимаете? Только двое. Маленький мальчик и девочка. Я сейчас, конечно, не вспомню, как зовут. Потому что все протоколы я отдала. Потому что я много всего там пишу всегда. Рекомендации. Что хорошо, что здорово. Молодец! Это замечательно. На это обратить внимание и так далее. И вот я себе пишу, чтобы быть выразительным, будь заразительным. То есть человек должен не заразами, которыми сейчас все у нас, а в хорошем смысле слова заражать нас. чтобы мы восхищались увиденным, чтобы у нас возникало чувство такой одухотворенности. Потому что так петь, вот когда дети так поют, настолько, я даже не знаю, эмоционально само собой. Но это больше, чем эмоционально. Это именно вот настолько глубоко духовно. И девочка, и мальчик. Одну фразу мальчик спел. Я не знаю, сняла ли я этот момент. Потому что я рот открыла. И смотрю, я иногда беру камеру как раз тогда, когда много всевозможных ошибок происходит на сцене, на которых мы потом со студентами учимся. Но я не публикую ни в коем случае. Это свободную сеть. Но мы смотрим на моих носителях, и мы учимся, что не так. И как бы вы это сделали. А это категорически нельзя. А это лучше бы вот так. А тут, понимаете, рот откроешь, смотришь. И вот прямо притянуло, что девочка, что мальчик. Но, по-моему, я кусочки записала точно. Записала. Особенно девочку, по-моему, я много записала ее. Она была просто чудо какое-то. Просто чудо. И вот, конечно, по отношению к детям, наверное, это неправильно будет так назвать. Что у меня здесь сейчас еще? Я посмотрю. А, еще про абитуриентов мне попросили рассказать. Пишу. Окна распахнуть. А, я прямо написала, я прямо написала фразы. Я говорю, да, значит, все, правильно, я же ее слушала. Окна распахнуть. Вот как это спето было. Окна распахнуть. И словосочетание «Счастье острова». Она пела «Маленького принца», казалось бы, песня, которую очень многие поют, но никто не трогает. Поют и поют. Красивые голоса. Чистенько поют все. Но это же пение. Это же песня. Это же погружение в это состояние. Мне не нужны слова и правильные ноты. Они мне совершенно не нужны. Мне не интересно. Пусть будет лучше там пара, тройка, десять нот не тех. Или слова забыли. Но во всем остальном, вот тут вообще, понимаете, вот прямо вот все меня, вот все прямо, будораж, девочка. И мальчик этот, и маленький. Как они пели, ну как они пели. По-моему, о них уже рассказывают мне, или у меня доживет. Но я точно не показывала их. Я вот вам сегодня покажу, проиллюстрирую. Они просто великолепные. И у нас сейчас какая-то творческая импотенция. Люди довольствуются малым. Вот сегодня утром, когда молилась и слушала проповедь, и даже положила ее, я создала у себя на канале плейлист, услышана, то есть истина, услышана и то, что в действии, вот лично для меня. Я кучу переслушала проповедей. Но до меня вот дошло, вот только вот буквально вчера или позавчера, что надо бы то, что особенно мне вот легло, особенно легло, и то, что очень актуально, положите, как бы, может быть, кто-то когда заходит ко мне на канал, а что она смотрит, какие проповеди она смотрит. Ну и вот люди посмотрят. И мне совершенно все равно, допустим, какие-то у пастора неправильные какие-то произношения, неправильные какие-то ударения, там что-то не так слова. Я с некоторых пор совершенно это перестала вообще. Несмотря на то, что раньше поддавливала все-таки, вот почему вот так, почему, значит, все-таки человек с трибуны говорит, и надо бы, чтобы речь была грамотной, все, думаю, да ты и сама, Наташа, когда ошибаешься, что-то пристала к людям. А отвали. Главная суть, о чем говорит человек, что это настолько важно, а то, что там он не так ударение поставил, или там еще что-то сказал, да ерунда все это. И я все больше и больше в этом убеждаюсь. Это действительно ерунда, потому что Бог-то вообще не лицеприятен. Ну так и ты такая же должна быть. Вот поэтому я каюсь, если вдруг чего-то когда-то вот сказала, больше не буду, больше не буду. И вот человек, не духовный человек, он прочет когда этот стих, он надо бы новую песню сочинить. Он подумает вот так, надо бы новую песню сочинить. Нет, не надо новую песню сочинять. Абсолютно. Происходит вот чудо. Вот то, что я девочку услышала. Песня, которую я еще в юности пела, понимаете. Ей же столько лет этой песни. Столько лет. Она была первый раз исполнена в фильме о Бартеке, по-моему. Старый какой-то советский фильм. И полвека этой песни. Вы представляете, сколько раз ее пели. А вот она спела новую песню. Песня та же, но она ее спела по-новому. Она так спела, что она за душу взяла. Так вот, пойти новую песню, это тогда, когда человек пересмотрел свое отношение к этой песне. И он понимает на тысячу процентов. Он сливается вот в этих вибрациях. Он сливается вот в единстве того состояния, в которое полностью погружались авторы слов и музыки, когда эта песня создавалась. Они слышали, они писали, они все это делали. И несмотря на то, что в советское время Бог всегда был с нами. Всегда был с нами. Верим мы, не верим. Разрешали нам, не разрешали. Сбивали колокола, значит, там, наорало их там, как это? Мечи, что-то, как выражение-то это? Мечи, что? Забыла. Ну ладно, неважно. Вы понимаете, о чем я говорю. Какой бы период времени ни было, в каком бы веке мы ни жили, когда бы мы ни жили, Господь всегда с нами. И вот новая песня для меня, она была совершенно по-новому исполнена. Она была исполнена так, как эта маленькая юная девушка, девочка, эта маленькая девочка, как она прочувствовала эту песню. И я в восторге была, в восторге. Я аплодировала, я кричала ей, браво, умничка, умничка, молодец. Она порадовала. Она порадовала не только членов жюри, она порадовала и Господом. Потому что она одарена, она одарена свыше. И благослови ее, Господь, в дальнейшем творчестве. То есть она прошла в финал. Финал будет только в октябре, Иркутске. И я всем сердцем жажду, чтобы она победила. Ну, в своих возрастных категориях еще как-то. Замечательная девочка. Просто чудо. Но не буду вас томить. Посмотрите. Посмотрите. Послушайте. День детей. Всего вам доброго. Пойте новую песню. До встречи. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ветрым вечером смогут крики птиц. Звезды замечая свет из-под ресниц. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Другят слова, в детстве оставлены давние друзья. Жизнь — это плавание, в дальние края. Песнь прощая, глава недавняя, Жизнь обошла, сказка своя. Звездная страна Звездная страна Звездная страна